Всем приятной жизни! Это шашлык и мы продолжаем играть в XCOM Enemy Within. Так, ну и понеслась. Чувака мы достали, сейчас он нам даст денег. На эти деньги можно будет, кстати, соорудить спутник. Я, наверное, сейчас сооружу. Новое здание школы офицеров. Давай, волнительно, откройте новые возможности. О, Капрал! Саппорт Капрал. Так, только надо вспомнить, это что? Боец может двигаться на три клетки дальше. Может вести ответный огонь, когда противник движется или стреляет. Ответный огонь, когда противник движется или стреляет. Спринтер. Блин, я играю медленно, давайте огневую поддержку возьмем. А я, по-моему, я раньше не так брал. Так, а ты кто? Если первое действие, обычный выстрел из основного оружия, ход не заканчивается. Голографическая метка. При стрельбе и огненоподавлении увеличивает меткость союзников. Не, давайте вот этот свинцовый дождь, оно как бы лучше. Ну, в общем, оно лучше. Новая медаль. Теперь вам доступна медаль Крест Боевого Братства. Чтобы назначить этой медали особую способность переименовать медаль или вручить ее бойцу, надо зайти в казарму. Здорово! Новые научные проекты, вскрытие дохлика. Операция «Молчаливый кузнец». Если бы не секретарь, думаю, совет вручил бы вам медаль. Если бы не секретность. Снижение паники, новый боец, тяжелая пехота, сержант. Мы видим все. Командир, отметьте успехи наших солдат вручением медалей за особые заслуги. Получить и раздать медали можно в казармах. Так, хорошо. Давайте сейчас в инженерный отдел оружия и техника. Мы сейчас давайте произведем еще один или даже два спутника. Отправить заказ. Так, отлично. Еще два спутника у нас производятся. Просто лучше раньше спутники запустить, потом проблем не будет. Я думаю, мы справимся. Казарма. Так, рекруты, бойцы, мемориал. Посмотреть, извините. Так, медали. Крест боевого этого. Прежде чем выдать на нее, нужно назначить способность. Так, назначить способность. Плюс два к силе воли за каждую представленную в отряде национальность. Плюс два к меткости за каждый бонус за континент, полученный. Икс ком. Так, давайте вот это два меткости и снайперу дадим. Два меткости. Так, выдать медаль снайперу. Медаль выдается навсегда. Отменить это действенность, да? Крест боевого. Ты теперь этот самый. Ты теперь меткий снайпер. Красавчик. Вообще. Элита, ёпта, элита. Так, супер. Че там лаборатория? Фрагменты оружия изучает. Инженерный отдел строит у нас все. А, кстати, постройки. Нам же надо бы этот. Вот, ну тут пока этот модуль связи, лифт. Давайте вот тут вот. Изолятор, 5 энергии, 85 денег. Но у нас пока денег нет. Блин, а может быть зря я. Блин, да надоели. Что не день, то этот экшен. Ладно, выслать перехватчик. Ворон 1, Ворон 2. Так, ну давай Ворон 1. Понесся перехватчик. Но вначале они, в принципе, это самое. В принципе, побеждают. Понесся ворон. Вижу противника. Эй! Отлично, сбили. Корабль пришельцев сбит. На месте крушения замечено движение. Перехватчик получил серьезные повреждения. Ну, нормально. Центр, я ВУДУ-3-7. Подтверждаю, цель уничтожена. Повторяю, неопознанный летающий объект сбит. Как поняли прием? Вас понял, ВУДУ-3-7. Супер! Конец связи. Итак, наведите спутник Браво. Дайте картинку места крушения. Еще немного осталось, сэр. Покажите. Крупнее. Посмотрим поближе. Даже не разбился. Шеф, надо немедленно отправить ударную группу на место крушения. Конечно надо. Там же эти ништячки лежат. Мы их сейчас позахватываем. И нам хватит этот самый. Выслать рейнджер. Нам хватит на оборону. Так, а тебя можно повысить, да? А, ты же этот. Ты же у нас... Ну мы возьмем этот, свинцовый дождь. А, так ты еще и сержант. Взрывная сила, осколочная ракета. Специальный снаряд повышает урон противникам на 33% на 4 в ходах. Взрывная сила снижена. А я вот что-то не помню. Подавление. Залп на подавление позволяет вести по цели ответный огонь и снижает ее меткость. Нет, давайте вот эту вот осколочную ракету возьмем. По-моему она дает нам еще один выстрел из этого, из РПГ. А это нам пригодится как бы. Так, тяжпех. Постройте школу офицеров, постройте школу офицеров, чтобы больше отряд расширить, да? Так, новобранца давайте уберем. Кто у нас тут из этих? А, нет, да? Поэтому, ну ладно, новобранец тогда идет. Так, саппорт идет, снайпер идет. И тяжелый пехотинец идет. Один медпакет. Ну ладно, начать операцию, я думаю, мы справимся. Вот, нормально. Тяжело, конечно, но что поделать. Готовимся к высадке штурм-1. Начать операцию. Так, внимание, вас ждет работа в самом центре Нигерии. Пришельцы пошли на посадку в безлюдном районе. Так, Гобоева понеслась. Самый центр Нигерии, безлюдный район. Ну понятно, все. Состав надо бы нам захватить в первую очередь. Говорит рейнджер, мы к северу от места крушения. Штурм-1 к бою готов. Вас понял, рейнджер? Мы присмотрим за вами. Штурм-1 можете... Так, давайте сейчас сохранимся. А, ну тут автосохранение, в принципе, работает, да? Так, снайпер, ты давай это самое попозже походи. Нам сейчас надо, главное, вот этот состав найти. Ага, состав найден, и я так понимаю, там никого нету, да? То есть, в принципе, можно... Состав надо захватывать оперативно. Оперативно. Ну, снайпера тогда сюда поставим. Так, есть первый состав, все отлично сработано. Блин, а чё ж вы такие тормоза? Ладно, ты давай тогда беги к составу. Отлично, потом возьмёшь. Так, а вот тут уже надо аккуратней. Ну ладно, пока разведываем, нам надо этот состав найти. Вот, а где же он где? Я предполагаю, что раз один с той стороны, значит, второй, наверное, будет с этой. Ну, или в ангаре. О, вон он, вон он. Найден, супер. Так, снайпер, снайпер, снайпер. Куда тебя посадить? За камень очкую. За тебя. Сюда давай, иди. Заодно ангар просветишь. Он потом через окно сможет выйти. Так, отлично. Состав. Значит, ты забирай. Неплохо. Десять состава есть. Так, давай пока сюда. Да, вот, у него и осколочная, и РПГ появилось. Два выстрела, это круто. Выдвигаюсь. Так, ну там на тот состав, если чё, ещё куча времени имеется. Двигаюсь к указанным координатам. Так, давай-ка сюда. Оттуда звук. Оттуда звук пошёл. Так, ты давай сюда, если чё, с РПГ, Шанда. Но лучше с РПГ не Шандарахать. В корабле это как бы не приветствуется. Фак! Или это существо целиком состоит из энергии. Подстрахуйте меня, Фланга! Они пошли в обход! Они обходят! Засветка такой себе вариант. А сколько? Ой, 19%! У него такой хороший этот. Так, а снайпер, а у тебя как хедшотик? 27, а обычный выстрел тоже 27. То есть тут просто крит побои. Блин, ну он прям так хорошо сидит там. Ладно, давай, иди сюда. Ну давай, 20%, а вдруг... Ну, конечно, глупо было. Так, 57, 57. Ладно, снайпер, давай хедшот прописывай. Да куда ты вообще в космос шандарахнул? Так, медик. Давай хил. Отлично, захилили. Чувак с РПГ. Ладно, ты давай за сток сена. Ну, по-моему, мы сейчас открыты. Для вот этих. Хотя, один из них не стал ходить. А второй перешел. Куда ты побежал, даун? Паниковать вот это вот не надо. Так, пять ходов, да? Так, ты давай сюда. 70% давай, фигачивай. Ну, чё только на три, блин. Эти гранатку сюда зарядить. Этому чубзику. Лови. Получил. Так, теперь у нас вероятность попадания повыше стала. Блин, ну, всё равно они ходят. Ну, ладно, там снайпер вроде как прикрыт. Да как попало-то? Ой, снайпер минус, да? Они решили налететь в фланг. А, нет, он не по снайперу почему-то. Ну, это хорошо. Так, снайпер, 57%. Давай, нормальный процент. Да куда ты в космос бьёшь? Что за снайпер у нас? Просто дерево, а не снайпер. Да, снайпер с таким, блин, этим вариантов особо нет. 54%, смотри как надо. Да, блин. А, ну у меня же есть второй вариант. Вот, ну, если вот теперь смотри как надо. Так, это кто саппорт? А, это штурмовик. Блин, там ещё эти призраки. Ой, пришельцы. Повылезали. Почему 29%? Но он сидит прям. Прям вообще сидит же чётко. Так, ладно, давайте тут дым повесим. Чтоб, если чё, мы не видим. Просто они сейчас будут шмалять, да? А, нет, они сейчас этого берут под контроль. А, поэтому один хелс. Так, этот тут лезет. Но он стрелять не будет. А, нет, стреляет. Нет, всё, это лажа. То, что снайпера так жахнули. Да, блин, все промахнули. Ой, попадают в дыму. Ну, вообще. Пришельцы стреляют просто 5 баллов. Наши стреляют. Так, автосохранение. Давайте, наверное, вот этот. Вот, загрузим сейв. Да, здесь тяжелее. Согласен, что тяжелее. Гляди, где на плане, где мы. А, так это отсюда прям. Снайпер, иди нафиг вообще домой. Ты там очкуешь. Вот тут вот спрячься. И всё. Красава. Так, ты сидишь здесь, да? Давай мы тебя посадим сюда. И поставим тебе боеготовность. Так, ты можешь шандарахнуть в этого. Космос только не надо бить. Но он еще может шандарахнуть. Блин, теперь два раза мимо. Ты же прошлый раз попал. Ну, твою мать, а. Просто какой-то трэш происходит. Я не знаю. Да куда? Как они стреляют? Что это вообще такое? На, блин, готов. Пришельцы стреляют точно. Наши стреляют. Как олени какие-то. Кто так стреляет? Ой, господи. Боже ж ты мой. Как так надо ракетами уже. Не, эти вообще, шо не выстрел, то чёткие попад... Да иди ты со своей паникой в оленя. Так, давайте подальше сейв загрузим. Пойдём по-другому. Потому что это не вариант. Вообще, всё пошло наперекосяк, когда там мы засветили того энергетического чебура. Надо, наверное, загружать игру до того, как мы засветили. То есть вот отсюда. А это с самого начала, да, типа? Ну, ладно. Не, ну, блин, был же сейв, подождите. Да ладно, давайте вот этот загрузим. Посмотрим, чё это за сейв. Вот. Просто вот один чувак засветил энергетического... А, ну это с самого начала, блин. Ну, с самого начала я помню. Ладно, давайте я на этом этот выпуск закончу. А уже в следующем выпуске начнём ещё раз. Ну, в смысле, как бы продолжим, да? Раз я заново начинаю. Всё, всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык. Спасибо.